Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами отмечаем замечательный праздник – День Народного Единства и Согласия. А вы знаете историю этого праздника и почему именно так он называется? Дело в том, что история этого праздника уходит в далекое-далекое прошлое нашей страны, аж на 400 лет назад. В то время наше государство правил царь Иван Грузный. После его смерти у него осталось два сына – средний Федор Иванович и младший Дмитрий Иванович. Вскоре после смерти отца маленький Митя тоже умирает, а в народе пошел слух – убили царское дитя. Федор Иванович, который стал русским царем, через шесть лет тоже умирает, не оставив наследников. Поэтому династия князей Рериковичей, которая правила нашим государством целых 700 лет, закончилась. И началась борьба за власть. В этой борьбе победил один из родственников Ивана Грузного – Борис Годунов. Он был умным человеком и хотел многое сделать для нашего государства. Но, к сожалению, в те годы на нашу страну обрушился голод. И люди, многие растерялись, не знали, что делать, как им жить. От безысходности они собирались в банды и разбойничали, грабили, убивали. В стране наступил хаос. В это же время в Польше объявился человек, который сказал, что он выживший Дмитрий, царевич Дмитрий. В историю он так вошел – Лжедмитрий Первый. Его поддержал пульский король, дал ему войска. И Лжедмитрий Первый вступил в нашу страну и захватил власть, объявил себя царем. Ведь к тому времени Борис Годунов уже умер. Русские люди, многие поверили, что это действительно царевич Дмитрий. И надеялись, что он наведет порядок в стране, и им будет легко жить. Поэтому его поддержали. Но их надежды не оправдались. Лжедмитрий Первый с удовольствием раздавал русские земли полякам. Вместе с ними веселился. Русские люди не выдержали. Схватили и убили смазванца. Но через год в Польше снова появляется смазванец. В историю он вошел, как Лжедмитрий Второй. И нашлись все-таки люди, которые и на сей раз ему поверили и поддержали. Он снова вошел в Москву и объявил себя царем. В стране был хаос. Отряды поляков гродили по городам и селам нашей земли. Грабили, убивали, жгли города и села. Польский король объявил Россию войну. Положение было очень серьезное. Многие патриоты нашей страны хотели защитить свое государство. И одним из среди них был житель города Нижний Новгород. Минин. Он обратился к русским людям с воззванием. Собрать деньги, организовать войско и выгнать с родной земли поляков. Под его руководством собрали деньги. Организовали ополчение. Возглавил ополчение князь Дмитрий Пожарский. И они пошли на Москву. Долг был этот путь. Целый год шло народное ополчение на Москву, освобождая города и села родной земли от врага. И вот 4 ноября 1612 года народное ополчение подошло к Москве. И вступило в борьбу с врагом. Город горел. На улицах шли сражения. Стойко спредевлялись поляки. Но русские люди преследовали одну цель. Победить. И они победили. Предводители народного войска Минина и Пожарского превосносил русский народ. Хвалил. Благодарил. Шли годы. Столетия. Эти события, как бы ушли в прошлое, забылись. Но забывать историю нельзя. И вот 16 декабря 2004 года Государственный Дум Российской Федерации принимают решение сделать новый праздник. День народного единства и согласия. Ведь посвященный именно этим, далеким от нас событиям. Ведь русские люди объединились и победили врага. И с этого времени, с 2004 года, мы отмечаем этот замечательный праздник. День народного единства и согласия. С праздником вас, Руссиан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok